ПОД НЕБОМ ЕВРОПЫ ПОЛЬША, СЛОВАКИЯ Сегодня наш путь лежит в Гданьск, город, великолепно восстановленный после ужасных бомбардировок Второй мировой войны. Мы также посетим огромный и величественный польский замок Мальборг. Кроме того, мы пролетим над Братиславой, стоящей на берегу Дуная. Начнем наше путешествие с Гданьска, города, прославившегося тем, что в его огромных верфях зарождалось восстание, возглавляемое Лехом Валенцией. Большой древний порт на берегах Балтики, Гданьск был некогда одним из самых богатых городов Европы, но также одним из самых привлекательных для захватчиков. Он часто подвергался разрушениям. На рассвете 1 сентября 1939 года здесь началась Вторая мировая война. В 1945 году Гданьск был на 90% разрушен бомбардировками. А уже через два года началась поразительная, точнейшая реконструкция исторического центра. Знаменитая Мариадская улица, восстановленная камень за камнем, снова обрела свою граненую брусчатку и магазинчики, торгующие янтарными украшениями. ТОМАШ ЦЕКОТ Молодой преподаватель университета увлечен историей движения «Солидарность». Он ведет нас к воротам номер 2 Гданьской судоверфи, поскольку все начиналось именно там. 14 августа 1980 года, когда началась забастовка, сюда, к воротам номер 2, пришли жители Гданьска, чтобы поддержать рабочих. Это казалось символическим переходом от коммунистического мира к миру свободному. Здесь было много цветов, много религиозных символов, например, изображения Черной Мадонны и Папы Римского. 25 лет спустя здесь по-прежнему есть свидетель тех событий, пани Александр Ольшевска. Что вы хотите? У вас есть кружки с надписью «Солидарность»? Кружка с надписью «Солидарность»? Нет, такой нет. Если хотите, у меня есть с надписью «Польша». Вот, посмотрите. Ой, он уже ушел. Я здесь с 1980 года, можно сказать, что с самого начала. Я помогала манифестантам, я была очень близка к ним. Но я не могла оставить свое место, потому что за мной наблюдала милиция. Во время забастовки всю площадь занимала огромная толпа. У стен, у решеток. Через решетки передавали сообщения внутрь оттуда. Все это было прямо здесь, передо мной. Здесь праздновали триумф нашего президента Валенсы. Легендарные судоверфи, расположенные вдоль реки Мотлавы на севере города, по-прежнему существуют. Этот индустриальный пейзаж, как будто пришедший из другого века, один из последних следов коммунистической эпохи. Сегодня верфи едва функционируют. От 17 тысяч рабочих, трудившихся здесь, в 1980 году осталось не более трех тысяч. Некоторые из них до сих пор вспоминают о великой забастовке, ознаменовавшей начало падения коммунизма в Восточной Европе. Я пришел сюда в 1969 году, то есть 37 лет назад. В то время, когда все начиналось, забастовщики пришли из цеха К-2. Мы все присоединились к ним и все вместе пошли ко вторым воротам. Все получилось потому, что у нас был Лех Валенца и люди из города, которые поддерживали нас, и еще благодаря церкви и папе Иоанну Павлу II. В самом деле церковь и население города больше всех поддержали забастовщиков. И жители Гданьска приходили молиться за рабочих не куда-нибудь, а в костел Пресвятой Девы Марии, самый большой в Европе храм, выстроенный из кирпича. Здесь, в костеле, каждая служба заканчивалась демонстрацией всего города в поддержку движения «Солидарность». И сюда до сих пор каждое воскресенье приходит к службе Лех Валенца. Внутри астрономические часы, созданные в 1464 году Гансом Дюрингером, и сегодня показывают время, день, месяц, год, фазы Луны и святцы. А в соседнем Нефе гордо выставлена картина, посвященная «Солидарности». Этот город всегда сражался с захватчиками, приходившими с Востока и с Запада. Разрушенный бомбардировками 1945 года, он возродился. Коммунистический режим заставлял его молчать, но город восстал и победил. И на севере Европы польский город Гданск по-прежнему стоит с гордо поднятой головой. КОНЕЦ Мы остаемся в Польше, но двигаемся на юго-восток. Пункт назначения – Мальборг. В часе пути от Гданьска находится замок Мальборг – самая большая средневековая крепость в Европе, превращенная сегодня в музей. Мальборг строился в несколько этапов, начиная с 13 века. Сначала нижний замок, затем средний и, наконец, верхний, укрепленный донжонами и башнями. В 14 веке он стал столицей Тевтонского ордена. Каждое утро Мальборг просыпается под присмотром Эвелины Авертовской, бдительной смотрительницы замка, которая лично проверяет, как открывается каждый из 21 залов музея. Он был разрушен на 50-60%. Почти весь замок – это реконструкция, потому что во время Второй мировой войны он очень-очень сильно пострадал. Внизу, в подвалах, это действительно средневековье, но все остальное нет. В самом деле, Мальборг больше не может считаться средневековым. Бомбардировка 45-го года почти полностью разрушила его, и потом замок был целиком восстановлен. Реконструкцией руководит молодая женщина Лючина-Канушка-Петкиевич. Сегодня она работает над помещением большой трапезной, которая была оборудована уникальной для своего времени системой отопления. Мы заново устанавливаем центральное отопление, такое же, какое было здесь в средние века. Это было очень изобретательно. Под полом находилась большая печь, от которой по большим трубам поступал горячий воздух. Он выходил через эти отверстия и обогревал все огромные помещения. Посмотрите, за стенами тоже есть такие фрески. Если бы мы могли найти пигменты, то можно было бы проанализировать их и восстановить роспись, так же, как это сделали в больничных палатах. Здесь было сложно, потому что средневековые фрески были записаны в 19 веке. И в конце концов мы решили оставить роспись 19 века. Реконструкция замка возродила две старинные профессии. Одна из них – это чеканщик, который демонстрирует юным посетителям, каким образом чеканилась монета во времена тевтонских рыцарей. Я делаю это каждый день, и только в Мальборке, где я живу с самого рождения. В замке работает много местного населения и жителей окрестностей. Я устраиваю демонстрации для групп школьников и для взрослых посетителей. В итоге я решил сделать это своей профессией. Ведь надо же чем-то зарабатывать. Мальборк – странная средневековая крепость, которой 60 лет. Совсем новый замок, который, тем не менее, был включен в 1997 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот замок был дипломатическим, военным, коммерческим и религиозным центром тевтонского ордена. Между крестовыми походами его рыцари собирались здесь, чтобы как монахи предаться размышлениям, молитвам и медитациям. Сегодня замок, посещаемый взрослыми и юными поляками, стал подлинный национальный.